Рад приветствовать вас в новом видеоуроке. Меня зовут Александр Владимиров, фотошкола Logic Pro Help. Не забывайте подписаться на нас, чтобы не пропустить полезные видеоуроки. Сейчас мы разберем такую тему, как подобрать и подогнать вокал, акапеллу под темп нашего трека. Например, если мы хотим делать ремикс, или мы в целом делаем трек на одном темпе, а нашли вокал, который в другом темпе. Давайте представим такую ситуацию. Мы пишем трек, и у нас трек на темпе 120 bpm. И мы ищем акапеллу для нашего трека, и мы нашли классную крутую акапеллу, но она у нас 107 bpm. Как мы понимаем, что это 107 bpm? Как правило, в названии сэмплов практически всегда написано, сколько там bpm, какой темп. Поэтому здесь вы как бы не ошибетесь. Может быть другая ситуация. Вы, например, хотите сделать ремикс на какой-то трек, и вы хотите сделать ремикс, например, в темпе 120, а темп оригинала не 120. То есть вы нашли акапеллу или вырезали ее через какие-нибудь сторонние сервисы, или через Rx программу, и темп не совпадает. Для начала нам нужно понять, какой темп у акапеллы. Если мы имеем дело с сэмплпаками, там все просто. Там в названии это подписано. Если же мы имеем дело с ремиксами, то там, допустим, когда вы нашли акапеллу и вырезали ее, там нигде не написан темп. Поэтому есть всевозможные сайты, всевозможные программы, которые позволяют узнать темп трека. Вы берете, загружаете вот сюда, ну, например, вот есть tunebed.com сайта, здесь вы нажимаете Key MBP Finder, и здесь вы просто загружаете оригинальный трек. Только очень важно, вы загружаете сюда не акапеллу, потому что по акапелле, скорее всего, система не сможет понять, о какой именно темп. Вам нужно загрузить сюда трек целиком, то есть сам трек, на который вы делаете ремикс. И здесь он покажет вам тот темп, который есть у этого трека оригинала. Также вы можете воспользоваться диджейскими программами, там, рекордбокс, виртуал диджей, трактор. Их целая куча, на самом деле. Ну, всегда это можно сделать онлайн, ничего не устанавливая. Итак, первое, что нам нужно знать, это какой темп акапеллы. Если же, давайте представим ситуацию, что вы вообще не знаете, какой темп, ну, он нигде не написан, там, вообще какую-то акапеллу вы взяли непонятно откуда, то тогда вам придется, да, включать метроном, включать метроном и на слух это все подбирать. То есть какой темп у вокала. Ну, это не суперсложно, но, тем не менее, это потребует чуть больше времени. Окей, давайте начнем. Вот у нас темп 107, и мы хотим сделать из него 120. Но прежде чем это делать, я проверю. Потому что, как говорится, доверяй, но проверяй. И здесь написано 107 bpm. Но те, кто делают эти сэмплы, это живые люди, они могут ошибиться, мало ли что. Поэтому я всегда ставлю темп проекта 107, темп вокала, как заявлено, 107. Я включаю метроном и начинаю слушать. А вообще, действительно ли темп 107? Или меня обманули? Нет, все четко, ничто не разъезжается. То есть, если вначале там бывает, что совпадает, да, например, темп, потом он может разъезжаться, здесь все четко. Окей, я использую такой дедовский, как я говорю, метод, но он меня еще ни разу не подводил. Я делаю следующее. Смотрите. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Во-первых, я ставлю темп 107 временно, просто временно и смотрю, до какого такта у меня вот этого акапелла. То есть напомню, темп акапеллы 107, темп в проекте пока что я тоже поставил 107. Я вижу, что этот вокал, он вот до этого момента. Я с помощью кнопки G, ну либо нажав сюда, открываю здесь маркеры и ставлю маркер, который обозначает то место, где этот вокал у нас заканчивается. Теперь я ставлю темп 120 и у нас, видите, вокал куда-то поехал, он уже не стоит там, где должен стоять. Это нормально, поэтому я включаю flex и здесь, и здесь. И, как правило, по умолчанию здесь уже все это может быть подогнано. Это и прикольно, но бывает такая ситуация, что по какой бы то ни было причине, допустим, не подогналось это все. То есть в этом случае я беру и начинаю подгонять это все вручную, то есть вот таким вот способом, чтобы все было четко вот как здесь. И теперь, когда это произошло, все, я делаю следующее. Я проверяю уже под новым темпом, все ли действительно сходится. Вот так вот легко и просто это все делать, очень быстро, просто. Так что пользуйтесь и делайте ремиксы, делайте треки с вокалом и меняйте темп вокала под нужный вам BPM. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok